Теория в аудиториях и практиках в полевых условиях. Так планируют проводить обучение украинских военнослужащих инструкторы из США. Учения будут проходить на полигонах в Германии. США стремятся использовать ЗИМУ для оттачивания навыков украинских военных и для того, чтобы усилить их готовность противодействовать любому проявлению российской агрессии или возможному повторному наступлению. «Отработка общевойсковых маневров является следующим логичным шагом в наших продолжающихся усилиях по обучению, которое началось в 2014 году с целью наращивания потенциала вооруженных сил Украины. Хотя внимание уделялось в основном технике и оружию, которое предоставляется Украине, обучение было и остается необходимым для того, чтобы Украина имела квалифицированные силы, необходимые для лучшей защиты». Сначала для военных проведут общие тренировки по боевой стрельбе. Затем учения будут проходить на уровне отделения, взвода и роты. А затем маневры на уровне батальона. Расширенная программа подразумевает обучение в больших группах. «Важно то, что подготовка под руководством США дополняет отдельную специализированную индивидуальную и коллективную подготовку вооруженных сил Украины, которая уже проводится союзниками, включая Соединенное Королевство, Европейский Союз и другие страны». Издание The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников, сообщило, что США могут отправить Украине комплекты оборудования на основе технологии Joint Direct Attack Minition. Такое электронное оборудование превращает неуправляемые авиационные боеприпасы в умные бомбы и может с высокой степенью точности поражать военные позиции противника. Оно включает в себя устройство глобального позиционирования и может быть прикреплено к разным видам оружия и самолетам. Вооруженные силы США использовали эту технологию на бомбах весом до 2000 фунтов, обычно используя ее в бомбардировщиках и истребителях. Пока непонятно, одобрил ли президент Байден или кто-нибудь из его главных советников по национальной безопасности предложенную передачу J-DEM Украине. Те, кто знаком с вопросом, общаясь на условиях анонимности для обсуждения щекотливых внутренних вопросов, не сказали, будут ли украинские силы использовать комплексы на авиационном или наземном оружии. Или какие конкретные системы в украинском арсенале будут кандидатами на такое усиление мощностей. Из сообщения The Washington Post. Также появилась информация, что США готовы передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. Об этом пишут издания CNN и Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников. План Пендагона должен быть утвержден министром обороны Ллойдом Остином, прежде чем он будет отправлен на подпись президенту Джо Байдену. Следует понимать, что системы Patriot на сегодняшний день являются одной из ведущих систем, которые защищают воздушное пространство стран НАТО и еще целого перечня стран. Она позволяет осуществлять отслеживание нанесения ударов по целям на значительно больших дистанциях. Почему значительно больших? Потому что трудно сказать точно, поскольку возможны разные модификации. Поэтому они нам могут помочь, особенно в этой ситуации, когда противник массированно использует ракеты. Пока неизвестно, сколько таких систем планируется предоставить Украине. Ожидается, что после утверждения системы ПВО Patriot направят в Украину в кратчайшие сроки.